Здравствуйте! И мне очень приятно видеть, какое большое количество людей присутствует на нашем семинаре. Они находятся в различных странах мира. Благодарю вас всех за то, что вы присоединились к нашему вебинару. И сегодня мы будем говорить об искусстве управления процессом оценки и о тех секретных ингредиентах, которые способствуют успешному проведению, успешной реализации, управлению оценки. Я хочу несколько слов сказать о том, как использовать нашу виртуальную платформу. Вы видите, что есть специальная кнопка, которую вы можете использовать для смены языка. Сегодня у нас вебинар проходит на английском языке с одновременным синхронным переводом на французский, русский и испанский язык. Вот здесь показана кнопка выбора языка, поэтому вы можете выбрать тот язык, который вы считаете для себя наиболее удобным. Второе. Все ваши вопросы, замечания, комментарии вы можете написать в специальном чате. Сразу же после презентации у нас будет специально отведенное время для вопросов и ответов. И я думаю, что наш выступающий сегодня постарается ответить на все ваши вопросы. Я хочу вкратце напомнить вам о том, какой путь мы уже прошли. Изначально эта третья целевая группа была создана в 2015 году. И в начале 2016 года наша целевая группа номер 3 начала работать. С этого времени мы организовали две виртуальные конференции в декабре 2016 года и в октябре 2017 года. И также в конце 2017 года мы провели первый обучающий веб-ИНАР. Все наши виртуальные события записываются. Вы все их можете найти с синхронным переводом на русский, французский и испанский на Ютьюбе. У нас сейчас зарегистрировано 233 участника. Вы можете на карте увидеть местонахождение зарегистрировавших участников. Средний возраст наших участников 36 лет. Средний опыт работы в области экспертной оценки составляет 3,5 года. 13% из наших участников студенты. Для 76% участников экспертная оценка является основной целью их работы, либо их исследований. И 40% являются волонтерами. Я хочу представить нашего выступающего. Это Тесси Цаварас Катсамбанс. Она является организатором и директором компании «Энкомпас», которая занимается развитием руководителей, организацией мероприятий и наращиванием опытом. У нее очень большой опыт проведения семинаров и конференций в области экспертной оценки. Она также является соучредителем Eval Partners и избранным президентом Американской ассоциации на 2018 год. Давайте еще вернемся к техническим вопросам. Если вы плохо меня видите или слышите, пожалуйста, попробуйте поменять браузер. В частности, используйте Google Chrome, потому что данная платформа специально построена для работы с данным браузером, и поэтому он является наиболее удобным, наиболее пригодным для проведения таких вебинаров. И я передаю слово Тессе Кацамбас. Большое спасибо за представление. Мне очень приятно выступать сегодня перед вами. Я бы хотела заметить следующее. Я проводила этот курс в институте Eval Youth. Обычно он проходит утром и вечером, потому что я хочу охватить многие часовые пояса. И один следующий семинар будет в Вашингтоне в феврале, и второй будет в июле. Кроме этого курса существует множество других, и, возможно, они Вас заинтересуют. Итак, сегодня я буду говорить о той роли, которая присуща управлению экспертной оценки, и о том, что необходимо для того, чтобы экспертная оценка проходила с успехом. Что мы подразумеваем, когда мы говорим о успешной, удачной оценке? И я хочу попросить Вас написать мне в чате, каковы успешные характеристики с Вашей опыта, с Вашей точки зрения, из Вашего опыта, что важно для того, чтобы оценка прошла удачно, прошла успешно. Мне еще написали, что мы можем использовать приложение в iFay. Дальше мне пишут, что успешная оценка зависит от правильного использования ресурсов, от честных и непредвзятых результатов, и от достаточного бюджета, о всеобъемлочной оценке для того, чтобы получить достаточные ресурсы о значимости навыков и овота, о том, что необходимо предоставлять те результаты, которые действительно помогут клиентам достичь своих целей. Великолепно. Давайте посмотрим на то, что написала я. Это то, что я записала со своего последнего онлайн-курса. Это те результаты, те оценки, которые дали мои участники. Прежде всего, оценка должна быть связана с целью проведения беспристрастной, достоверной. Эксперты должны оставаться независимыми, задавать хорошие вопросы. Процесс проведения оценки должен быть прозрачным. Я думаю, что это во многом совпадает с тем, что вы написали. Что является основой для того, чтобы достичь удачной оценки? Когда вы думаете об отличном управлении, об отличном менеджменте, что для вас является значимыми составляющими для получения желаемых результатов, для того, чтобы у нас действительно руководство процессом проведения оценки было отличным или великолепным? Я сейчас расскажу... А, нет, уже мне пишут хорошие методологии, хорошее планирование. Итак, мой еще вопрос. Каковы факторы, каковы составляющие хорошего управления, хорошего руководства? Каковы предпосылки? Вот я сейчас читаю ответы. То есть это системный подход, опыт экспертов, понятие ситуации, понятные предпосылки, прозрачность. Да, это абсолютно все правильно. Давайте я все-таки вернусь к тому перечню, которые составили мои участники, участники моего курса. Прежде всего, объем проведенной оценки соответствует потребностям и интересам заинтересным лиц, что организация процесса оценки соответствует потребностям, что участники обладают необходимыми навыками, план реален и понятен, то есть участники понимают, в чем состоит смысл и цель их работы. Так, кроме того, руководитель проекта стимулирует правильные вопросы и получение правильной ответы, кроме того, необходимы достаточные ресурсы. Кроме того, я хочу добавить, что необходимо время для того, чтобы одумать, проанализировать полученную информацию, необходим саму анализ, для того, чтобы избежать предвзятости и хорошая взаимосвязь, хорошей коммуникации при реализации процесса оценка. И для этого, чем должен заниматься руководитель? Что такое великолепное управление процессом оценки? Прежде всего, это цель, определение цели, обеспечение вовлеченности людей и достижение результатов. Но каждое из этих трех блоков, из этих трех компонентов можно развить и глубже. Итак, что такое цели? При проведении оценки руководитель должен концентрироваться на нескольких вопросах, на нескольких оценках. Я целенаправленно не говорю о методологии, потому что это выполнение работ, это контракт. Кто-то нанял вас, кто-то привлек вас к выполнению этой задачи. То есть мы должны найти общий язык с клиентом, реализовать, понять, в какой ситуации он находится, и насколько наша работа будет эффективной для наших клиентов. Очень часто говорят, выразите свое мнение. Нам нужно понять, что наше мнение значит для нашего клиента. Кроме того, естественно, необходимо думать о методологии и о планировании процесса. И я отдельно выделена здесь политические события, политическую ситуацию. Все равно вам нужно понять, в какой ситуации находятся ваши клиенты. Мы очень часто слышим о таком названии, как руководящий комитет. В правительстве очень часто не понимают, что значит руководящий комитет, а они говорят группа планирования. То есть вот эти именно лингвистические вещи, те фразы и выражения, к которым привык клиент, тоже нужно учитывать. И очень часто люди говорят, что да, мы хотим услышать разные мнения, но это означает, что сбор этих мнений подразумевает оплату работ. И необходимо задуматься и об этих вопросах тоже. И вы, как руководитель, должны просто понять, каким образом найти точку равновесия между целями и возможностями. Кроме того, необходимо задумывать, думать о ваших сотрудниках. Даже если вы работаете один, все равно существует такая вещь, как личностное развитие. То есть все, что здесь перечислено, если вы являетесь руководителем, вы должны это учитывать и понимать, что происходит, каким образом изменяется общая картинка. Давайте дальше поговорим о людях. Очень часто, когда мы говорим о людях, мы думаем об участниках, о конечных потребителях. Но вы, как руководитель, будете взаимодействовать не только с вашими сотрудниками или с клиентами. Очень часто спонсор или тот, кто предоставляет финансы и контролирующая организация является одной и той же компанией либо одним и тем же человеком. То есть иногда есть такая вещь, как руководящий комитет либо группа планирования. Иногда это может быть один комитет. Иногда существуют контрольные группы, которые предоставляют различные департаменты организации либо различные компании, которые могут выдавать вам рекомендации и могут быть наделены официальными полномочиями и контролируют вашу работу. Существует еще такая вещь, как технические консультанты. У нас в одном проекте был Метаэкс. Вы тоже можете с таким столкнуться. То есть в данном случае надо понять, кто является участниками всего этого проекта и как вы с ними будете взаимодействовать. И для этого требуется план. То есть давайте представим себя на место руководителя и поймем, что любое участие требует денег. То есть не надо быть наивными и забывать о том, что мы должны думать и о деньгах. результаты, даты, данные. То есть вы управляете данными, поэтому вы должны озаботиться о том, что данные понятны, корректны, вразумительны и пригодны для использования. Второе – это вовлечение. Вы должны обеспечить действительно полномасштабную вовлеченность ваших сотрудников и других заинтересованных лиц в процесс проведения оценки. И, наверное, самое главное – это использование. То есть процесс, результаты, информация, которая получается в результате вашей работы действительно пригодна. То есть определить цель, вовлечь людей и получить результаты. Каковы навыки, каков опыт, какое знание должны быть присущи руководителю? Прежде всего, я хочу сказать, что, наверное, руководитель должен существовать на трех разных уровнях, в трех разных ипостасях, если хотите. Снизу – это азы, это методология и практика. То есть вы должны понимать, что говорится в контракте и что должны делать эксперты. То есть понимать, в чем состоит суть работы. Второй уровень. Вы, как руководитель, должны понимать все взаимоотношения, все процессы, которые находятся в сфере вашего управления, да, и смотреть, можно сказать, сверху вниз, что там происходит на нижнем уровне, и за какие ниточки мне нужно потянуть для того, чтобы разрулить ситуацию, для того, чтобы все шло нормально. И хочу напомнить вам о том, что, если вы являетесь руководителем, то никто не будет вам говорить, что вам нужно сделать. Это ваша задача, это ваша обязанность. И наверху находится такая вещь, как самоанализ, потому что вы являетесь участником данного процесса, поэтому вам самим собой необходимо разобраться, как использовать свои знания и свой опыт, для того, чтобы процесс шел нормальный, для того, что руководить людьми, давайте вернемся, значит, у нас внизу это азы, это контрактные требования, график, бюджет, результаты, вовлеченность в людей, убедиться в том, что они понимают основы. я читала достаточно давно, давно выпущенную книгу, читала, и меня там затронула очень интересная вещь, как обсуждение контракта, и очень часто люди говорят, ой, это не то, что я думал, это не то, что я предполагал, это не то, что я прочитал, то есть уровень понимания может быть разной, может возникнуть вариант, когда один из участников проекта по каким-либо чрезвычайным обстоятельствам должен уйти из проекта, и его нужно заменять, поэтому вот эти разговоры, да, о понимании контрактных обязательств, наверное, являются необходимыми. так, кроме того, необходимо понять, как все начать, существует очень хорошая поговорка, наверное, на всех языках, по-русски, во всяком случае, она есть, хорошее начало, полдела откачало, поэтому вот именно запуск проекта, самое начало проекта является значимым. И несколько слов о самоанализе. Вы можете прочитать инструкцию, либо, допустим, книгу о том, что такое обеспечение взаимодействия, да, обеспечение коммуникаций, но в конце концов мы приходим к тому, кто вы являетесь, кем вы являетесь как личность и какие ваши личностные качества вы можете показать и независимо от каких-либо стандартов все зависимо она. Давайте скажем так, у вас хорошая письменная речь, вы хорошо пишете отчеты, но устная речь дается вам с трудом, и очень часто вы говорите, ой, а я бы хотел вот так сказать, а сделал вот так. Если вы хорошо пишете, если у вас хорошая письменная речь, давайте вы будете использовать свое преимущество, используйте письменные записки, электронную почту, выражайте свои мысли в письменном виде и делитесь их ими со своими сотрудниками. Так, бывает другой вариант, когда человек не может выражать свои мысли в письменном виде, но зато у него очень хорошо получается личное общение с людьми, создание вот такой хорошей дружеской атмосферы, поэтому естественно я такому человеку не порекомендую использовать электронную почту, а наверное использую все-таки личные контакты. Поэтому вам нужно покопаться в самом себе и понять в чем состоят ваши сильные и слабые стороны. Кроме того, не нужно замыкаться только на себе. Возможно найдется человек, который будет выполнять ту часть работ, ту часть задач, в которой вы себя чувствуете не очень уверенно. Что мы можем ожидать, если мы действительно пытаемся организовать успешное руководство? Когда мы определяем цели людей и результаты, мы приходим к системному мышлению, вы видите, как люди взаимодействуют, либо как они не взаимодействуют, и каким образом можно реорганизовать цели, либо достичь результатов. Если вы думаете о людях, вы думаете о то, что они могут сделать, в чем их силы, как завоевать их сердца и души, вы обеспечиваете большую производительность и снижаете нагрузку, и снижаете стресс. Если говорить о результатах, самоанализ позволяет вам лучше, более эффективно использовать свои собственные знания и навыки, и обеспечивать достижение целы, и вы не стоите на пути. Давайте пример. Несколько лет назад нас подрядили на оценку системы, компьютерной системы, которая стоила около полтора миллиона долларов, разработка этой системы, но после двух лет работы появились определенные проблемы, то есть система плохо работала, денег не хватало, и общее мнение состояло в том, что надо бы как-то прекратить работать этой системы, потому что было слишком большое недовольство. достаточно большая часть у нашего заказчика ожидала, что мы как эксперты завязываем с этой системы и мы больше не будем с этой системой работать. я перед своими айтишниками поставили другое задание, давайте посмотрим, как можно изменить подход, как можно убрать вот эту заслону с их глаз, для того, чтобы они просто свежими глазами посмотрели. потому что среди многих стран, которые использовали эту систему, не все были незавольны, в 20 странах она использовалась, и мы принесли эти результаты на стол и сказали, вот, посмотрите, в 20 странах эта система используется, вы подписались на то, что вы будете обеспечивать техническую поддержку, мы не можем просто так отменить все эти контракты, поэтому чем скажем так лучше вы сможете обеспечить взаимодействие между вашими заказчиками и их подрядчиками, тем лучше будет, то есть не надо быть посредниками. Давайте пойдем дальше. Давайте у нас например возникает новый проект и у нас пусковая встреча, на которой мы должны выяснить цели, задачи, то, что хочет наш клиент. Я бы хотела от вас услышать, что вы на первой встрече с клиентом при начале нового проекта хотели бы выяснить, объяснить, понять. Поставьте себя на место руководителя. А, да, то есть понять, кто является участниками, понять цели, да, определить, что будет рассматриваться как удачная оценка целей и задачи, уточнить, в чем состоят ожидания, уточнить график или время, которое отходится на реализацию данного проекта, определить, я не знаю этого слова, а, да, как будут использоваться результаты, объем работы и ответственность, этические стандарты ответственности и обязанности, а, это, извините, это вопрос, мы об этом еще поговорим, то есть когда мы смотрим на все эти ингредиенты, я бы разделила цели на две части тактические, то есть выяснить цель, согласовать роли и согласовать время и план, и, кроме того, есть стратегические цели, то есть сразу же вам нужно выстроить те взаимоотношения, которые необходимы для этого достаточно краткосрочной работы, то есть вы должны выработать общее понятие о том, что такое успех, так вы должны достичь понимания о том, каким образом, для чего проводится эта оценка и получить хороший совет, вы будете удивлены, как часто вы получаете очень полезные, очень значимые советы, если вы просто спросите, то есть можно просто задать вопрос, вы знаете ситуацию, вы знаете, что происходит, подскажите мне, что делать, а что не делать, я думаю, что это всегда хороший вопрос с любой стороны, потому что вы проводите оценку, которую есть и методическая часть, и техническая часть, и человеческая часть, не забывайте о стратегии, потому что вы можете остановиться только на тактике, сказать, о, где у нас цели, где у нас планы, но все зависит от стратегии, допустим, если у нас удачно пройдет данный проект, что произойдет для нашего клиента, что произойдет в организации данного клиента, и как мы будем вместе работать, потому что вы клиент, я эксперт, но нам нужно вместе работать для того, чтобы быть вместе успешными. Еще один вопрос, мы говорили о планировании и управлении проектом, управлениями участниками. что с вашей стороны необходимо делать? И вообще о чем речь? Я хочу, чтобы вы мне написали свои идеи, свои соображения в чате. учитывайте местную ситуацию, культурное разнообразие, иметь точные точки оценки для группы, составлять группу, правильно определить различные цели и задачи. Я думаю, что мы можем хороший пример привести использование сегодняшней платформы. то есть я прежде чем участвовать в данном семинаре не вижу ваших глаз. Я могу видеть только количество участников, поэтому мне пришлось подготовиться к этому вебинару. И да, мне написали очень правильное слово, которое называется бюджет. Я предлагаю вам следующее. я предлагаю вам подумать о следующем. Какова структура этого участия? Мы можем ли мы поговорить о целях и перспективах о том, кто мы есть? То есть в нашем сегодня полностью полностью связанном мире я пытаюсь это сделать через чат. Я пытаюсь понять, кто вы, насколько мы понимаем друг друга. еще одно очень важное это фокус на вопросах. Раньше один из наших первых менеджеров Всемирного банка создал концепцию вопросов, направленных на будущее. То есть это те вопросы, которые помогают думать в терминах будущего. были допустим два представителя Всемирного банка в Замбии и им ночью потребовалось найти вопрос, ответ на вопросы, которые помогли бы им провести удачные собеседования. Это очень хороший пример. Представьте себе, что мы смогли бы в любое время зайти на сайт допустим того же Всемирного банка и найти ответы на необходимые вопросы. Это заставило руководство Всемирного банка задуматься и расширить тот объем материалов, которые они выкладывали на своем веб сайте и учитывать мнение сотрудников на местах в гораздо большем объеме. Совместная интерпретация данных, которая одновременно относится и к оценке и к сбору данных, потому что на вас лежит ответственность за анализ данных, но для того, чтобы люди понимали, что они собирают и зачем они это собирают, они должны понимать смыл, потому что они понимают, в чем смысл системы и в чем смысл данного проекта. И я думаю, что необходимо думать о себе как о независимом, беспристрастном и непредвзятым руководителем или даже я бы сказала посредником. Мы уже говорили о различных культурных нормах, о том, что нужно принимать во внимание методов, что возник нормах, которые мешают термел и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...